Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сегодня мы сделаем тест-драйв поистине народного автомобиля. Дело в том, что Passat был первой иномаркой у многих владельцев. Про Passat B3 и дизельный, слагали легенды и пели песни. Это универсальный был автомобиль, как швейцарский нож. На нем можно было ездить на рыбалку, возить кирпичи, а 100-литровый бак мог перевезти очень много топлива для продажи в Польше. Крепким хозяйственником был Passat B3, B4, B5. Но так не могло продолжаться вечно. Об этом заявил бизнес-классовый Passat B6. B6 появился в 2005 году и ушел далеко вперед. Он соответствовал ожиданиям родного немецкого рынка, но не соответствовал требованиям классического бульбовоза. Он стал сложнее и комфортнее. Его было трудно обслуживать в гараже, и ему не нравился отечественный бензин и дизельное топливо. Но поклонники до конца надеялись, что на заводе в него поставят простой атмосферный дизель. Нет, Passat B6 – это автомобиль про превосходство немецких технологий, а не про обслуживание на коленке. У Passat B6 очень большой выбор двигателей и разнообразие трансмиссий. В отличие от предшественника B5, где двигатель установлен продольно, у этой машины двигатель установлен поперечно. Поэтому максимальное число цилиндров 6. Базовый двигатель для Passat B6 – это слабый 1,6-литровый восьмиклапанный бензиновый мотор мощностью 102 л.с., который агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Это простой и надежный мотор, который может все-таки не порадовать своих владельцев повышенным расходом масла из-за экономии на масле и из-за проблем с охлаждением. В общем, если надо просто ездить и успевать в потоке, то это хороший выбор. Дальше у Passat все сложно. В моторной гамме Passat B6 есть еще два атмосферных бензиновых двигателя, которые познакомили владельцев Passat с пресловутой системой FSI – послойным впрыском, который обеспечивает работу на бедной смеси. Двигатель 1.6 выдавал 115 л.с. и приглянулся будущим владельцам тем, что у него в приводе ГРМ цепь. Мол, менять ее как ремень ГРМ не надо, но не тут-то было. Цепь растягивалась и начинала греметь уже к пробегу в 100 000 км. Но если владелец менял масло вовремя, то есть каждые 10 000 км то цепь могла выходить и 200 000 км. Также этот мотор не обрадовал владельцев выходом из строя лямбда-зонтов. Проблем с фазовращателем, а также классических проблем с прямым впрыском. Например, бензонасос мог настругать стружку в масло. Этот мотор агрегатировался со шестиступенчатой МКПП и шестиступенчатым гидромеханическим автоматом от Aisin. Двухлитровый мотор с обозначением «БЛР» развивает 150 лошадиных сил. Этот мотор тянет трезво, но требует хорошего обслуживания. В приводе ГРМ ремень, но впускной распредвал приводится маленькой цепью. Неудивительно, но она растягивается. Еще в этом моторе проблемный фазовращатель, хлипкий сервопривод EGR, а также хлипкие трубки системы вентиляции картера, а также есть вероятность засорения маслозаборника. Ну и проблемы по части непосредственного впрыска. С 2005 года Passat B6 был доступен с турбированным двигателем 2.0 TFSI. По сути, это обычный FSI, только к нему добавили турбину. То есть проблемы с непосредственным впрыском плюс еще добавились проблемы по части турбонаддува. В 2007 году гамма двигателей Passat B6 пополнилась печально известным 1.4 TSI семейства EA111. У этого двигателя перескакивала цепь из-за неудачного натяжителя без стопора противохода. Плюс цепь растягивалась, плюс были вопросы с перепускной заслонкой турбины, ее подклинивало, также повышенный расход масла и течь антифриза через жидкостный интеркулер. Моторы 1.4 TSI существуют с заводским метановым оборудованием. В 2007 году под капотами Passat B6 появились не менее легендарные двигатели 1.8 TSI и 2.0 TSI семейства EA888, которые были спроектированы с чистого листа. Ранний вариант 1.8 TSI с индексом BZB считается более-менее беспроблемным. Он хотя бы не ест масло, но цепь ГРМ у него тоже не вечная. К тому же на него установлена ненадежная помпа, которая имеет пластиковый корпус и приводится отдельным ремешком. Насос пристыковывается к пластиковому разветвителю, в котором находится датчик температуры и термостат. Вся эта конструкция дает течь, если помпа заклинивает, либо обрывается ремешок. Многие турбированные моторы 1.8 TSI погибали от перегрева. Для остальных моторов TSI, появившихся в 2008 году, расход 0.5 литра масла на 1000 км с завода – это норма. Поэтому владельцы решались на дорогостоящую операцию по замене поршней и поршневых колец, чтобы избавиться от этого недуга. Вообще мотор огорчал цепью ГРМ, наличием нагара на клапанах, а также проблемой с системой вентиляции картерных газов. Двигатели 1.8 TSI агрегатировались с шестиступенчатой механической коробкой передач и шестиступенчатым автоматом Aisin, а также с семиступенчатой преселективной коробкой переключения передач DQ200. А 2.0 TSI агрегатировался с шестиступенчатой МКПП и шестиступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin. На вершине моторной гаммы двигателей Passat B6 расположились двигатели объемом 3.2 и 3.6 литра VR6. Это самый надежный вариант. Двигатели с непосредственным впрыском и чугунным блоком. Ресурс цепи ГРМ примерно 200 тысяч километров. Проблемы могут вызвать нагар на впускных клапанах, также недолговечные катушки зажигания, а также лопнувшие мембраны в системе вентиляции картерных газов. Агрегатируются эти двигатели с мокрой DSG DQ250 и полным приводом. Есть версия для американского рынка, очень редкая, с передним приводом. Само дизельных двигателей более компактное. B6 Passat дебютировал с насос с форсуночными дизелями объемом 1.9 и 2.0 литра. У двухлитровых есть 8 или 16 клапанов в ГБЦ. Базовый 1.9 агрегатируется только с пятиступенчатой МКПП, либо с мокрой DSG DQ250. Восьмиклапаном 2.0 TDI 140 л.с., а вот все 16 клапаны оснащались пьезоэлектрическими форсунками. У двигателей с насос-форсунками много поклонников, но идеальными и беспроблемными эти двигатели назвать нельзя. Дело в том, что они доставили массу неудобств владельцам в первые годы выпуска. Например, маслонасос мог перестать функционировать. Тогда двигатель умирал от масляного голодания. Также насос форсункам не нравилось качество топлива. Они изнашивались и переставали функционировать. Раньше их никто нормально не мог диагностировать, а также ремонтировать. Сейчас, естественно, ситуация проще. Также на 8-клапанных моторах изнашивались гнезда насос-форсунок. На 16-клапанных двигателях трескалось ГБЦ. Это приводило к тому, что топливо попадало в маслый потон и смешивалось с маслом. Также есть случаи попадания антифриза в масло. В первые годы выпуска моторы с насос-форсунками натворили дело. Но теперь большинство моторов с насос-форсунками вылечено, поэтому они не страшны. Потом эти дизели заменили на двигатели с топливной системой Common Rail семейства EA 189. Базовый был 1.6, который выдавал 105 л.с., а двухлитровый выдавали 110, 140 и 170. В первые месяцы выпуска была проблема с приводом маслонасоса. Но в октябре 2009 года эту проблему устранили. Вообще, дизельные двигатели с топливной системой Common Rail не с насос-форсунками радуют своих владельцев. На них даже пересаживаются владельцы проблемных бензиновых четырёхцилиндровых двигателей. Passat B6 встречается со всеми доступными типами трансмиссий. Пятиступенчатая МКПП досталась базовым моторам 1.6 MPI и 1.9 TDI. Среди шестиступенчатых МКПП есть две ненадёжные – 0.2 S и 0.2 Q, которые выхаживают 100-150 тысяч километров, а потом просто разваливается причина в износе заднего подшипника первичного вала. Поначалу наблюдаются проблемы при переключении первой передачи и задней передачи. Затем может рычаг переключения передач остаться в положении заднего хода, и наблюдаются проблемы со сцеплением. В особо запущенных случаях чрезмерный люфт вала приводит к заклиниванию трансмиссии на ходу и сопутствующему разрушению корпуса. Нельзя сказать, что эти трансмиссии такие уж ненадёжные. Практика показывает, что износ первичного вала появляется на фоне эксплуатации автомобиля с откровенно изношенным и гремящим двухмассовым маховиком. Попутно откалываются зубья у ведомой шестерни дифференциала, срываются заклёпки и также изнашиваются его подшипники. Двухмассовые маховики ходят примерно 150 000 км. С автоматическими коробками для Passat B6 не всё так просто. В зависимости от рынка, для которого предназначается Passat B6, один вариант мотора может комплектоваться разными коробками. Это обычный гидромеханический автомат или преселективная DSG. Селектор автомобилей с DSG всегда обозначается этими тремя буквами. Гидромеханический автомат TF60SN, он же 0.9G в каталогах VAG, достался двигателям 1.6 FSI, 2.0 FSI и турбированному 2.0 TFSI. Затем достался ещё двигателю 1.8 TSI. Этот автомат очень требователен качеству трансмиссионной жидкости и её охлаждению. Дело в том, что чем меньше двигатель, тем меньше радиатор охлаждения. При езде летом в пробках и на фоне засорённого продуктами износа теплообменника обязательно появятся проблемы с трансмиссией вплоть до деформации гидроблока. Пинки и удары при переключении передач являются следствием перегрева трансмиссионной жидкости в большинстве случаев. Проблемы с этим шестиступенчатым автоматом начинались уже после окончания гарантийного срока, а при трассовых эксплуатациях и если уменьшить интервал замены масла до 60 000 км, эта коробка прослужит и 200 000 км. Немало этих коробок погибли из-за попадания антифриза в масло из-за прожившего теплообменника. Поэтому многие владельцы меняли радиатор жидкостного охлаждения на радиатор воздушного охлаждения, который штатно устанавливался на Passat с двухлитровым бензинным двигателем. Установка более производительного радиатора помогла решить проблему с пинками и ударами при переключении передач. Преселективные трансмиссии для Passat B6 представлены в двух вариантах. Двигателем 2.0 TDI, 1.8 TSI и 2.0 TSI, а также моторам VR6 достались преселективные трансмиссии DQ250. Это наименее проблемная DSG. Если вовремя приехать на диагностику при первых симптомах и пинках, то тогда удастся отделаться недорогим ремонтом либо заменой масла. Владельцы чипованных двигателей умудряются развалить на этой коробке дифференциал. На двигателях 1.4 TSI и 1.8 TSI встречается семиступенчатая преселективная DSG DQ200. Это коробка с двойным сухим сцеплением. Она самая проблемная. Даже концерн VAG с ней помучился. Об износе сцепления говорят вибрации на второй передаче. Затем с большими пробегами после очередной смены сцепления придется поменять мехатроник. А в самых запущенных случаях сальник и подшипник первичного вала. Это возможно сделать при замене сцепления. Двигатели объемом от 2 литров могли оснащаться полным приводом, который был создан на основе муфты Haldex 2-го поколения. Муфта находится в редукторе задней оси, там же находится ЭБУ. Изначально муфта Haldex не ремонтировалась, потому что никто не знал причин выхода из строя и способов ремонта. Сейчас всё проще, муфта ремонтируется. Обычно первым выходит из строя крохотный мотор гидронасоса. На панели приборов загорается ESP, а привод на заднюю ось не подается. В этом случае надо выдернуть 9-й предохранитель слева в панели приборов. Если он перегорел, то менять его не надо, пока не будут решены вопросы с гидронасосом. Из строя выходит сам электромотор из-за износа щёта коллектора. А вот если моторчик искупался в трансмиссионной жидкости, которая сочится по сальнику вала, либо же коллектор изношен, либо же произойдет короткое замыкание, то тогда может пострадать ЭБУ. Ремонт представляет из себя замену моторчика либо же насоса. В ряде случаев ЭБУ тоже можно восстановить. ЭБУ также может пострадать из-за попадания на него влаги и грязи, потому что с завода он не очень хорошо герметизирован. Чтобы продлить срок службы муфты Haldex, масло надо менять каждые 30 000 километров. Влакокрасочное покрытие Passat сдаётся под воздействием дорожных реагентов. Краска буквально отваливается хлопьями. Проблемных мест много. Это кромки дверей, кромка багажника, колёсные арки, кромки капота, кромка лобового стекла, а также металл вокруг ручек. Покраска ненадолго поможет. Буквально через год-два всё вылезет наружу. Найти Passat с идеальным кузовом с каждым годом становится всё сложнее и сложнее. Passat B6 был одной из первых иномарок, который познакомил нас с полностью обогреваемым лобовым стеклом и шокировал его стоимостью. Сейчас лобовое стекло для Passat в оригинале с нитями обогрева стоит $400. Не оригинал – вдвое дешевле. Volkswagen Passat B6 может иметь опциональные адаптивные фары, то есть линзы которых поворачиваются вслед за поворотом руля. После 100 000 километров этот механизм сервопривод перестаёт работать и фары перестают поворачиваться по горизонтали. Вообще, все версии фар Passat B6 стареют, мутнеют поликарбонатные стекла, слепнут отражатели линз. Фары можно восстановить до заводского состояния в специальных мастерских. Еще одно новшество на Passat B6 – это светодиодные задние фонари, которые должны были быть вечными. Но на практике оказалось, что некоторые светодиоды переставали гореть. Говорят, что с завода сошла партия с бракованными кольцами большего диаметра. Их можно подчинить. Но для этого надо вскрывать фонарь и перепаивать диоды на подходящие. Еще одно слабое место – это неисправные механизмы замков, которые не позволяют ручкам открывать двери. В этом случае может помочь смазка сервопривода замка. Также зимой в ручки попадает влага, которая замерзает в оплетке троса замка, и тогда дверь не открывается. Все Passat B6 оснащены сервоприводом стояночного тормоза, но этот узел оказался хлопотным. Во-первых, перестает работать кнопка, которая ставит автомобиль на ручник, в ней изнашивается микровыключатель, и автомобиль с первого раза не удается поставить на ручник. В ряде случаев микровыключатель ремонтируется, но в продаже есть уже неоригинальные кнопки в сборе. Во-вторых, выходит из строя сервопривод. Сервопривод представляет из себя электромотор с редуктором, которые помещены в пластиковый корпус. Этот пластиковый корпус прикручен к суппортам. Для профилактики стоит очищать стык и уплотнение между корпусом сервопривода и суппортом, а также добавлять смазку в редуктор. Во многих FASAT B6 со временем плохо дует климат-контроль, плохо регулирует температуру и слышны шорохи из недр передней панели. Диагностика покажет проблемы с электромоторами заслонок. Причина в том, что в одном из сервоприводов, а их может быть 6-7, теряется сигнал с потенциометра, а по потенциометру блок управления климата видит фактическое положение заслонок. Во многих случаях дорожка потенциометр просто засоряется. Но для этого надо извлечь сервоприводы заслонок из передней панели. После этого корпуса сервоприводов легко разбираются и поддаются чистке. После установки заслонок надо их адаптировать с помощью фирменного диагностического ПО. На многих автомобилях FASAT B6 подогревы сидений выходили из строя, но проблема решается просто. Надо снять обивку сидушек и подпаять оборванные контактные провода. Напомним, что компания «АвтоСтронг» привозит отличные БУ-запчасти из Европы, а компания «МотоСтронг» привозит прекрасные мотоциклы с минимальным пробегом и полным комплектом документов. Скоро сезон, поэтому обязательно обращайтесь. Все ссылочки и подробности в описании. Подробные обзоры на двигатели, которые устанавливались на FASAT B6, есть в нашем плейлисте. Там более 20 двигателей VAC. Сейчас мы едем на СТО, чтобы показать, как FASAT B6 выглядит снизу и что там ломается. Сейчас мы находимся в автосервисе Granat Auto M город Минск. Это современно оборудованная станция, которая входит в самую крупную сеть СТО на территории Беларуси – Solid Auto Service. На станции используется технология развал схождения, 3D и балансировочный стенд американской компании Hunter. Подписывайтесь на страницу сети в Instagram и следите за предложениями. Все ссылочки и подробности в описании. Передняя подвеска со стойками McPherson по одному рычагу на каждое колесо. Передние сайлентблоки продаются отдельно, стоят недорого, а не оригинал. Итого дешевле – ходят примерно 50 000 км. Задние сайлентблоки запрессованы в алюминиевые консоли. Лет 5-10 назад они стоили достаточно дорого, поэтому владельцы автомобилей пытались сэкономить и находили подходящие сайлентблоки, которые подходили сюда от Volkswagen Polo, Audi A2 и Skoda Fabi. Мало того, что надо правильно запрессовать сайлентблок, так надо еще его и ориентировать, потому что внутренняя втулка имеет особый шестигранный профиль. Но сейчас так заморачиваться не надо, потому что цена на оригинал встала намного ниже и также на рынке есть много заменителей. Но в обоих случаях ресурсов сайлентблоком не прибавило. Если эксплуатировать автомобиль с сильно изношенным задним сайлентблоком, то это приведет к тому, что на рычаге разобьется шестигранный штырь, и тогда придется менять рычаг на новый. Опять же, сейчас это не очень затратно. Есть у Passat B6 особенность, связанная с втулками стабилизатора. Дело в том, что втулки по оригиналу отдельно от стабилизатора не продаются. Раньше владельцы искали подходящие для замены. Но сегодня в продаже есть много заменителей. Чтобы заменить втулки стабилизатора, надо творчески подойти к рассверливанию их скоб. В задней подвеске требуют внимания сайлентблоки задних поперечных рычагов, но не чаще, чем раз в 100 тысяч километров, если были установлены хорошие детали. Все версии автомобиля Passat B6 оснащались электроусилителями рулевого управления, которые на многих машинах выходили из строя. Диагностика показывала ошибки, указывающие на обрыв связи с блоком управления электроусилителя, а это происходило из-за попадания грязи и влаги в блок. Обычно эта проблема возникает из-за обрыва контактов микросхем в электронной плате, но лишь в редких случаях удается найти разорванный контакт и подпаять его. В большинстве случаев приходится менять рейку в сборе. Также немало случаев протертых проводов, которые идут к блоку управления электроусилителем. Также Passat B6 первых годов выпуска мог высветить на приборной панели индикатор неисправности электроусилителя руля. При этом руль мог не разблокироваться, а автомобиль запускался с 10, 20, 30 раза. Всему виной был блокират рулевой колонки, а именно концевой выключатель, который находится в нём. Эту проблему решали по гарантии, но она встречается до сих пор. Но проблема лечится. Рулевая рейка Passat B6 может застучать. Это вызвано износом сухарей. Напомним, что сухари прижимают рейку к винтовому валу и фиксируют ее от радиальных перемещений. Чтобы избавиться от стука, надо снять сухари, смазать сухари, а также подтянуть их. Вот, в принципе, и всё, что мы хотели рассказать о слабых местах автомобилей Volkswagen Passat B6. Если у вас есть какие-то дополнения, то обязательно напишите в комментариях. Если вы хотите знать о моторах, коробках и в запчастях абсолютно всё, а теперь уже и о слабых местах автомобилей, то обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».